Куриное филе. На фарш у вас идёт яблоки с корицей и сыр. Студент из Оренбургского колледжа Максим Непрокин для конкурса решил приготовить куриные рулетики. На всё про всё два часа. Таковы условия практической части Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства. Позади теоретические тесты, теперь свои умения будущие повара показывают на кухне у плиты. Как оказалось, фантазии и мастерства у технологов не занимать. На суть жюри свои блюда представили 32 участника. Столько из разных регионов страны приехали в Сочи для участия в финале Всероссийской Олимпиады. Самое главное, что у ребят есть желание и горят глаза. Это самое необходимое для профессии. А если будет огонёк, если будет желание работать, значит карьера состоится. Члены жюри попробовали каждое из 32 блюд, оценили по нескольким критериям. Еда должна быть не только красиво подана, блюдо должно быть оригинальным, а главное вкусным. Я думаю, что полученные навыки, полученные компетенции по данной специальности ребята освоили на отлично. Итоги Олимпиады подводили в торжественной обстановке в актовом зале Сочинского госуниверситета, который стал площадкой для проведения финала конкурса профессионального мастерства. Надо было выиграть этот конкурс. Это был грант и конкурс, выставленный нашим Министерством образования и науки. И мы очень рады и горды, что именно на нашей площадке проводится такое мероприятие. Я считаю одним из важных результатов конкурса, что мы вошли уже в новые проекты. Сочинский государственный университет сейчас вступает в Всемирную ассоциацию кулинаров. По итогам теоретической и практической части лучшим жюри признала Максима Непрокина из Оренбурга. Серебро и бронза у студентов из Москвы и Алтайска. Естественно, подошел с позитивом, как бы все свое настроение попытался передать в это блюдо. Думаю, это помогло. Победители получили памятные дипломы и крупные денежные призы, а все участники кулинарного поединка – сертификаты, подтверждающие участие в круглых столах и мастер-классах по технологии общественного питания.